Музыка Сердечно приветствую вас на церемонии закрытия и подведения итогов 14-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения». В этом году мы немножечко отступили от рекламента. У нас в этом году нет резолюции, мы ее не подготовили. Мы ждем от вас предложения для того, чтобы на основании ваших предложений сформировать уже резолюцию, пересылать, Ильшат Равкалыч, вам, наверное, да, пересылать все предложения. Резолюция будет сформирована и разослана вам на утверждение, уважаемые коллеги. Подводя итоги, я бы хотела сказать, что тема наших «Державинских чтений» и уже неоднократно это отмечалось каждому из руководителей секции, кто выступал, тема очень интересная и актуальна. Я думаю, что в дальнейшем мы будем продолжать эту традицию и делать наши «Державинские чтения» тематическими. Уважаемые коллеги, у нас проводилась интеллектуально-правовая игра «Русская правда», и поэтому я сейчас хотела бы для награждения пригласить председателя студенческого научного общества юридического факультета Казанского федерального университета Маколкина Никиту. Никит, пожалуйста, награждайте. Спасибо, Ольга Ивановна. Добрый день, уважаемые члены президиума, уважаемые участники и гости конференции. В первый день мероприятия прошла интеллектуально-правовая игра по «Русской правде». В рамках данной игры приняло участие порядка 20 команд, но лишь несколько лучших были удостоены звания победителя и призера. И сейчас для награждения победителей и призеров приглашается ректор Всероссийского государственного университета юстиции Александрова Ольга Ивановна. Итак, в командном зачете второе место заняла команда Казанского федерального университета «Кровная месть» в составе Ибатулина Аза, Тюриной Анастасии, Агафоновой Дарьи, Ермолаевой Дарьи и Измайловой Айсулу. Дипломом за первое место в интеллектуально-правовой игре «Русская правда» награждается команда «Энн Симба» Всероссийского государственного университета юстиции. В составе Башуриной Светланы, Гольцева Евгения, Приваулина Владимира, Мусаткина Никиты и Черкасова Юрия. И в индивидуальном зачете диплом в номинации лучший капитан команды в данной игре награждается капитан команды штаб юридический факультет КФУ Убасов Павел. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Ольга Ивановна и уважаемые участники за интересную игру. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, мы завершаем работу наших державинских чтений, прежде чем мы уже официально их закроем. Я хотела бы, ну, в двух словах буквально поблагодарить и наш партнер, и Казанский федеральный университет, и Министерство образования Татарстана и правительство Республики Татарстан в лице президента, который поддерживает наши мероприятия. Мероприятие с каждым годом получается все лучше и лучше. Уже поступают предложения модернизировать, сделать его интереснее. Мы сейчас над этим работаем, ждем ваших предложений. И сейчас, наверное, я хотела бы предоставить слово ректору Ильшату Равкатовичу. Пожалуйста, Ильшату Равкатовичу. Спасибо. Коллеги, вы знаете, на самом деле, вот, если не выходить из этого зала, то можно подумать, что конференция стандартная, приезжают участники, выступают с докладами, хвалят организаторов и на этом расходятся. Но наша конференция, она получилась намного шире, поскольку и проводится на разных площадках, и темы достаточно интересные, и самое главное, преображаются не только участники самой конференции, но и преображается наш Лаишевский район, где родился, в общем, Гаврил Романович. Вот мы только что сегодня были с утра с коллегами, с Ольгой Ивановной, и заключили соглашение о создании профильных классов в одном из школ, которые носят нас имя Гаврила Романовича Державина. И надо было посмотреть на взгляд детей, на их улыбки, как они готовились, волновались. И я думаю, эта школа, она будет интересной для нас с вами, поскольку, я надеюсь, и мы для ребятишек, выпускников тоже будем интересны, и они пополнят в последующие годы ряды наших студентов. Поскольку уже сегодня они и читают произведения Гаврила Романовича, и сегодня уже подходили и договаривались с Ольгой Ивановной о поступлении в ее университет, и к нам на юридический факультет. Но это дети, и они еще сегодня не знают, каких трудностей нужно пройти по этапу и сдать единый государственный экзамен. Поэтому мы договорились с Ольгой Ивановной, что возьмем под патронаж эту школу. Но самое интересное, что не только сама школа, но и инфраструктура района меняется. И люди совершенно по-другому относятся к своей истории, к людям, которые ее, по сути, делают. Только что я вот приношу извинения за опоздание. Получилось так же, что мы перенесли открытие с 4 на 15 часов, и совпало с открытием международной конференции в области, я по-простому называю, в области компьютерной инженерии. И когда я выступал с приветствием, я сказал, что параллельно идет у нас другая конференция, которая, казалось бы, совсем не связана с тем, о чем мы говорим на вашей площадке. И это говорил им, да? А приехали коллеги из 24 стран мира, специалисты, как раз работающие в области IT-технологии, IT-инженерии. Они создают и сами компьютеры, и программы для них. И когда я озвучил, что тема конференции вот такая, какая она у нас есть, и начал говорить о вопросах необходимости правового регулирования тех действий, которые они совершают, они аж захлопали и сказали, что на самом деле мы этого ждем, поскольку отсутствие этого нормативного регулирования является в какой-то степени сдерживающим фактором. И на самом деле это так. Поэтому я считаю, что конференция наша была посвящена тем вызовам, которые есть сегодня в нашей реальной жизни, она не надуманна, и вот результаты круглых столов тоже говорят об этом. Поэтому нам достаточно тяжело было сразу оформить и резолюцию, да? Мы ее могли в стандартном виде написать, никаких проблем это нет. Поэтому я прошу также, чтобы вы обдуманно подали свои предложения, а потом мы раздадим всем проект этой резолюции, получив согласие, ну ее поместим на сайтах наших обоих университетов. И еще один момент. Ольга Ивановна уже начала об этом говорить, что мы думаем, как же нам конференцию нашу расширить и вот сделать побольше участников и тематических. В этот раз были IT-технологии, медицина. Но таких проблем достаточно много, поскольку наше законодательство, новейшая история, она формировалась так достаточно фрагментарно. И когда начинаешь ее использовать, там очень много разного рода пробелов, о чем, в принципе, вчера и доктор Мира, профессор Рошаль, тоже говорил. У нас, поскольку есть и клиники, и школы, и IT, мы сталкиваемся везде с этим. Начинает с закупок, заканчивая вот этими проблемами. Поэтому я хочу поблагодарить всех наших друзей, коллег, отдельно, Ольга Ивановна, вас, ваших коллег, которые приехали из разных уголков нашей страны, отдельно Дмитрия Владимировича, потому что на нем и на Риас Готововичи, в общем-то, основная тяжесть организационных мероприятий проходила. Они нас постоянно двигают к улучшению и формата, и всего того, что происходит на нашей площадке. Поэтому со словами благодарности я хочу передать слово вице-премьеру нашей республики, министру образования и науки Афисте Мирхановичу, поскольку без поддержки руководства республики, правительства и как президента мы бы вряд ли могли в таком виде провести наши встречи. Спасибо всем. До новых встреч. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, Ольга Ивановна, Ильшат Равкатович. Позвольте мне от имени руководства республики поблагодарить вас за такую плодотворную работу. Несомненно, все труды, которые были разработаны в секциях, они обязательно лягут в основу того сборника, который по итогам этой конференции будет издан и будет являться пособием и для начинающих правоведов, и для тех, кто уже давно на этой почве занимается и исследует современное цифровое пространство. И, как Ольга Ивановна сказала, сейчас, вернее, в дальнейшем, сейчас и в дальнейшем эта конференция будет тематической. Наверное, время сегодня диктует уже действительно тематические конференции. И у татар есть такая поговорка, каждая встреча – это прожитая жизнь. Мы очень рады, что эти несколько дней мы прожили вместе, и вся страна здесь представлена. Поэтому мы думаем, что во все уголки нашей необъятной Родины известие о мероприятии, о том, что мы здесь сделали долетит, и в дальнейшем мы с удовольствием готовы вас здесь в различном качестве встречать, будь то отдых, туризм, деловые ваши поездки, научные. Я желаю вам здоровья и хороших творческих успехов. Всего вам доброго. Спасибо большое, Арабийский Михайлович. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я еще раз благодарю вас за отличную работу и участие в нашей конференции. Надеюсь, все, что мы делаем, все не зря. Желаю нам всем счастья, успехов, здоровья. И позвольте объявить нашу конференцию закрытой. Спасибо.